Кстати, еще один вариант не специфической защиты от вирусов, а точнее закалки иммунитета – активный образ жизни и спорт. А в эту субботу по всей стране пройдет самый масштабный забег – кросс-нация. Мероприятие, казалось бы, традиционное, а вопросов все равно много. А ответы на них нам даст Александр Коротков, главный судье кросс-нации в Сыктывкаре. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда будет стартовать Сыктывкар и во сколько? Я для начала хочу сказать, что кросс-нация проводится уже 14 раз в городе Сыктывкаре и в республике Коми. То есть это уже значительная цифра. Впервые за все эти годы, да, впервые действительно спортсмены побегут кросс. То есть кросс, который пройдет по лесопарковой зоне за спортивной базой «Динамо». То есть мы постепенно приучаем жителей города посещать, тренироваться, заниматься и изучать вот эту местность. То есть все будет сейчас действительно проходить у нас в лесу. То есть раньше, если мы бегали по улицам города Сыктывкара, сейчас мы выходим в известную всем жителям столицы парк, скажем, практически, да, база. С тем расчетом, чтобы пришли, посмотрели и решили, возможно, потом проводить время с семьей, там гулять, бегать дальше, да? Традиционная зона отдыха, куда действительно приходят люди и позаниматься спортом, где есть тренажеры уличные, где есть хорошие дорожки, вот, где есть хорошая разметка. Вот, то есть освещение, кстати, то есть до 10 вечера практически можно там заниматься. Пожалуйста, все жители республики, и даже кто не знает эту зону, надеемся, что с помощью данных соревнований мы туда их привлечем. Ну, кстати, зон, точнее не зон, а забегов будет несколько по Сыктывкару еще традиционно, ведь Эжва отдельно бежит, да? В Сыктывкаре, да, у нас отдельные площадки будут, да, это Эжва, это Красный Затон, это Максаковка, ну и ближайший, это Вильгард у нас, да, то есть все здесь, это всего в республике Коми планируется и дана заявка на 5 тысяч человек. Мы планируем, что вот в нашем забеге, ну, как считаем, в центральном забеге будут участвовать где-то, ну, до полутора тысяч. Надеемся. Ленка, а ты сама когда-нибудь бегала? Да, я в школе как раз бегала, у меня даже футболка есть памятная. Ты по улице, получается, перед тобой. Да, 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 вот мы начинали с Стефановской площади и бежали, такой маршрут. Кстати, а в этом году нужно ли как-то зарегистрироваться для того, чтобы участвовать в забеге? Спортивные забеги, они у нас, открыта регистрация на сайте Аргео, вот, а также можно приносить заявки на спортивные забеги, да, те, которые будут участвовать именно в розыгрыше кубков, кубков, медалей, дипломов, это все награды. То есть, скажем так, кто не просто ради удовольствия бежит? Да, вот. Можно зарегистрироваться в центре спортмероприятий города Сыктывкара и республики Коми. То есть, приносите туда заявку оформленную и, пожалуйста, мы вас включаем в забег. А все остальные, любой желающий может принять участие и как бы приобщиться к здоровому образу жизни, вот, пройтись, пробежаться. Итак, в субботу, 15 сентября во сколько старт? Старт, регистрация участников на месте соревнований будет и выдача номеров на спортивные забеги с 9 утра. В 10 часов мы даем старт спортивным забегам. В 11 часов планируем, ну, чтобы нам вот в промежуток попасть, торжественное открытие данных соревнований, награждение уже по спортивным забегам. Забеги дошкалят, масса забеги учащихся, студентов и всех желающих, всех любителей бега. Так, 15 сентября. Айда, все в лес. Берите своих друзей, близких, родных и давайте дышать свежим воздухом. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Доброго.